Право выбора поликлиники и лечащего врача. Именно это дает нам новый закон о медицинском страховании. Медики утверждают, такой пункт был и в старом законе, но на практике не работал. Изменится ли что-то теперь? Страховщики утверждают, да. Пациенты, да и сами врачи, такой оптимизм не разделяют. Речь идет о том, что выбирать пациенты могут лечебное учреждение один раз в год, а врача, соответственно, могут выбирать в зависимости от возможности самого врача. Если у него и так пациентов достаточно, соответственно, он не может принимать две или три нормы, которые положены ему принимать. До сих пор в наших поликлиниках существует еще советская система организации. Количество пациентов равномерно распределено между врачами по территориальному признаку. Новый закон призван создать среди медиков конкуренцию. Естественно, получать большие деньги за работу будет и Скулап чемпион. Рядовой доктор, он мне всегда даже подскажет те интернативные методы лечения. И, в общем-то, найти того, который с тобой на одной волне, это замечательно. Слава тебе Боженька, мы очень мало болеем. Раз в году у нас приключается, но поликлинику однозначно только поликлиника. Но такое услышишь далеко не от каждого. Как оказывают им медпомощь, люди часто недовольны. И в нововведениях тоже видят изъяны. Если люди знают, что это врач хороший, к одному врачу будет много народа, а к другому мало будет. Как олег, я не знаю. Но у меня опасения есть. Мы не сможем справиться с наполовым пациентом. Еще новый закон о медицинском страховании впервые разрешает нам выбрать страховую компанию. Конечно, с ограничениями территориальными. Жителю Вологодской области выбирать страховщика можно только в своем регионе. Выдача полисов единого образца стартует в мае этого года и продлится до 2014 года. Торопиться в страховую не стоит. Даже если вы сменили место работы, менять полис сразу не обязательно. Исключение – новая фамилия. Теперь программа обязательного медицинского страхования разбита на две части. Базовую и территориальную. Базовая предполагает, что помощь вам окажут в любой точке России. Но речь идет, скорее всего, об оказании экстренной медицинской помощи. А вот территориальная программа куда более широкая. Она предполагает дополнительные виды медицинской помощи и диагностики. Единые полисы в будущем заменят электронными карточками. В таком чипе будет содержаться вся информация о человеке. Чем болел, где страховался. В Череповце столь глобальным изменениям начало положено. На бумажную полису в седьмой поликлинике наносят специальный штрих-код. Считав его, лечащий врач получает информацию о том, сколько раз пациент был на приеме, какие анализы сдавал. И помните, менять страховую компанию, поликлинику и врача можно не чаще раза в год. За исключением случаев смены места жительства.